Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам, как остаться здоровым, как не болеть в это суровое время года, когда вокруг все болеют, когда вокруг свиной, коровий, птичий гриб и всякая такая вещь, которая, скорее всего, является продуктом СМИ. Поэтому, если вам это интересно, то оставайтесь со мной, потому что я не болею уже около года, серьезно. У меня в начале осени было что-то непонятное, но я три дня отлежалась, и все прошло. То есть болезнь даже не началась, поэтому поехали! И первое, самое главное, что я всегда делаю, я пью витамины. Вне зависимости от времени года, вне зависимости от моей физической активности, вне зависимости от того, что я ем. Я могу есть сколько угодно еды, полезных фруктов, овощей, но я всегда пью витамины. Я пью спортивные витамины, потому что я доверяю только им. Я в свое время столкнулась с витаминами из аптеки, после чего мне пришлось идти к дерматологу и лечиться целый месяц, и сидеть на ужасной и строжайшей диете. Поэтому витамины женские спортивного магазина созданы спортивными врачами в области спортивной медицины. И здесь идеально сбалансированный состав, что просто, кстати говоря, здесь содержится очень прикольная гиалуроновая кислота и пудра коллагена. Это женские витамины, это прикольно. Несмотря на то, что я все-таки принимаю витамины, там содержится доза витамина С, потому что нашему организму нужны дополнительные силы для борьбы с вирусом. Поэтому я дополнительно пью витамин С. Но пью я его не постоянно, только вот примерно как сейчас, и то не во все дни, только в те дни, когда я реально очень много контактирую с людьми, или куда-то еду, еду в Москву и так далее. Потому что все-таки витамин С в больших очень количествах вреден для нашего организма и может вызвать гипервитаминоз. И то, собственно, у меня однажды и случилось. Перейдем к чаю. Я постоянно ем вот эту вещь. Я ее добавляю во все. В каше, в выпечку даже, если что-то делаю, в чай и в кофе. То есть любой чай у меня всегда идет с корицей. И не потому, что я профилактикой занимаюсь. У него реально очень вкусный, приятный привкус. И что я хочу сказать. Корица это согревающая приправа. Она здорово помогает не только для пищеварения, но и для спасения нашего горла от всякой заразы. Она убивает эту заразу. Кроме того, вы можете спокойно добавлять в ваш чай имбирь. Натирайте его побольше, не жалеете, у вас будет драть и щипать все горло. Но мне лично очень нравится это ощущение. Добавьте туда корицу, это просто будет ядерный ударный напиток, который просто разрушит любую начинающуюся простую. Вы знаете, следующие два принципа, они основаны лично на моем опыте. И они скорее связаны с закаливанием, чем с какими-то методами профилактики. Нашему организму, безусловно, нужен свежий воздух. Если мы будем постоянно сесть в заперти, закрытыми форточками, включать газ и дышать этим газом, то, скорее всего, мы заболеем гораздо быстрее, чем более активный человек гуляющий, так скажем. Поэтому гуляйте. Ну, как мы с собакой гуляем, примерно по 2 часа в день в любую погоду, даже в самую холодную. И нам этого достаточно. Но сразу же из этого вытекает второй пункт. Утепляйтесь. Утепляйтесь очень хорошо. И я на полном серьезе говорю, не просто утепляйтесь, одевайте теплые штаны, одевайте теплые двойные варежки, какое-нибудь термобелье, два свитера, шарф, шапку обязательно. То есть без этого в холодную погоду зимой даже не выходите. Как только вы хорошо утеплитесь, вы можете гулять сколько угодно долго, и никакого вреда вашему организму это не причинит. Даже сейчас, когда на улице плюсовая температура, я все равно хожу в теплых штанах и в теплой куртке. Хотя я вижу, на улице все уже одели осенние куртки, по крайней мере у нас. Девушки ходят без шапок, в джинсах, и такая, ё-моё, да если я так одетусь, я сейчас реально простыну. И лично у меня болезнь приходит именно из-за переохлаждения. Либо я открыла форточку на ночь, очень так щедро, и я бы нагулялась в какой-нибудь тонкой курточке. Вот, переохлаждение, на следующий день моментально у меня сопли или кашель. Поэтому утепляйтесь на здоровье, гуляйте сколько душе угодно. Еще буквально пара слов про проветривание вашей квартиры. Я честно не советую вам оставлять форточку на ночь, потому что часто для меня лично это оборачивается по утрам. Поэтому лучше всего проветривать, когда вы пришли с улицы. Вам тепло, хорошо разделись, открыли форточку, проветрили буквально 20-30 минут и закрыли. То есть, мне кажется, в таком случае ваш организм еще только пришел с улицы, он еще не отвык от мороза, и как только вы открываете форточку, поступает свежий воздух, и для вашего организма никакого вреда, никакого стрессового ощущения не будет. На мой взгляд, это просто идеально. И вам самим, как только вы поднялись по лестнице, потому что я живу на пятом этаже, и когда поднимаюсь по лестнице, я прихожу домой вся мокрая, вне зависимости от того, как было холодно на улице. Поэтому проветривайте, пусть свежий воздух всегда будет в вашей квартире. Я обычно всегда в течение года болею два раза как минимум. И затяжно болею, долго болею, и мучительно. Но в этот раз ничего такого не было. И, конечно, я очень много списываю на витамины, потому что это классная вещь, она реально работает. Кроме того, вы будете отлично подниматься по утрам, без всякой сонливости, без всякого такого разбитого состояния. Они реально работают, поверьте мне. И вот я сама не верила, я никогда не верила в силу витаминов. Но спортивные витамины, профессиональные витамины для спортсменов реально работают. Как ни странно. Это просто Мас-Хэф, который я советую всем своим знакомым, всем друзьям, всем людям, которым я хочу, отдать частичку добра. Поэтому, друзья, если вам было интересно, мальчики вверх, оставляйте ваши комментарии, делитесь своими рецептами, пожалуйста, потому что я всегда ищу новые рецепты, и для меня это реально важно. Профилактика в наше суровое, больное время. Так что до встречи в следующих видео. Будьте здоровы и счастливы. Пока-пока.